В Пекине в воскресенье открылся 20-й съезд Компартии, который для Китая тоже может стать историческим. Западные наблюдатели ожидают, что главы государства Си Цзиньпина переизберут на рекордный третий срок. На прошлом съезде он сам отменил ограничения на два срока. Предполагается, что пока партия довольна руководителем, несмотря на протесты против жесткой антиковидной политики, замедление экономики и рост напряженности в отношениях с Западом из-за Тайваня. Решение тайваньского вопроса – это дело китайцев, вопрос, который должны решать мы. Мы будем по-прежнему стремиться к мирному воссоединению с величайшей прямотой и максимальными усилиями. Но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы и оставим за собой право принимать любые необходимые меры. В пятницу американский авианосец Рональд Рейган прибыл на Филиппины, где завершились двухнедельные учения, в которых участвовали несколько тысяч военнослужащих из США, Южной Кореи и Японии. В Вашингтоне говорят о необходимости сдерживания растущих аппетитов Китая в регионе. Речь идет не только о Тайване, но и о претензиях Пекина на несколько спорных островов, где Китай уже возводит свои базы и инфраструктуру.